Как сделать долгие загрузки приятными? Уведомления стали антипаттерном в 2К18. Если ты такой умный, где твои деньги? Если ты такой умный, где твой погнали? Вот тут, кстати, будет отбивка. Причем, я напоминаю, что Саня нам не сделал новых отбивок. Поэтому тут будет все еще старая отбивка. Но это эпоха. Но, знаешь, я думаю, люди уже порадуются, потому что мы вернули «погнали» в их обычный быт. Понимаешь, у некоторых даже, возможно, на этой неделе плохое настроение было. То есть голова болела. Потому что не было «погнали» в прошлый раз. Ты еще так жестко в прошлый раз, знаешь, ты так поступил, вот просто сказал, что не будет больше «погнали». И люди-то, они реально подумали, что все, это как бы конец. Ну как? Я на самом деле сказал, что надо от него отходить. Я прям помню прямую цитату. И это, ну, а может быть, не надо отходить. Я как бы вот оставил этот вопрос открытым, и нам на него ответили наши зрители и слушатели. Просто я даже уже петицию видел, подписывают люди просто, чтобы оставить пага. На улицах прям в скверах стоять. Конечно. Сначала спрашивают по поводу, какие скверы надо восстанавливать за бюджетные деньги. А потом, кстати, извините, а вот вы бы хотели, чтобы ее веб-дизайн все-таки оставили, погнали? Это как... Это как мем там, где, типа, хочешь оставить «погнали» и «change my mind», вот там, где чувак сидит, короче. Знаешь, классические чуваки, да, которые сидят и спрашивают, типа, американские. Да, я просто еще там, типа, должно быть, «фри погнали» или как-то там, вот, ну, что-то из недавних лесбийских мемов, извините. Окей, окей. Ну, что, «фри погнали». У нас первая тема, и она, знаешь, такая, типа, она не дизайновая. У нас очень часто первая тема — это дизайн, чтобы, знаешь, типа, прикормить пацанов, которые думают, что здесь про дизайн. На самом деле здесь нихрена не про дизайн. Первая тема... Сразу сделаю два дисклеймера. Первая — сегодня не будет разработки. Все. Все отключили. Сейчас все закрыли. Осталось два человека. И уйдет сейчас еще оставшийся. Слушайте, мы теперь первая тема, она у нас всегда почти первая тема — вспышка. Теперь будет, я думаю, возможно, надо сделать вот так, чтобы не сильно в кисель сразу люди попадали, чтобы так, хоп, на бодряках такие проскакали первую тему, а дальше уже можно и это. Ну, хорошо, на бодряках я сейчас легко проскачу, потому что тема, как тебе сказать, в ней ничего нет, она пустая абсолютно. Там тема про то, что битва за Телеграм. Прям 35 пользователей подали в суд на ФСБ. Преки. Представляешь, тема посленыш. В ней как бы дымятым пустым. Да, в ней ничего нет, реально. Она абсолютно пустая. То есть, короче, то, что мы обсуждали в прошлом подкасте, а именно, что Телеграм обратный иск подает на ФСБ, что типа, вот, чуваки, мы не хотим вам разглашать, отдавать ключи, короче, от чатиков и так далее. Здесь, понимаешь, уже какие-то 35 пользователей. Это, знаешь, как будто какой-нибудь класс взяли, школьный, ну, 35 человек там взяли, вот, первый А, короче, они поступили. А давайте вы еще подадите в суд на ФСБ. Вот. И они такие, ну, окей. И, короче, понимаешь, это обычные рандомные юзеры, хотя я в это не верю, на самом деле. Скорее всего, это, ну, какие-то люди очень заинтересованные, чтобы ты представляешь. Или, знаешь, это номиналы, наоборот, это 35 бомжей, короче, которым охота именно по судам таскаться. 35 владельцев Xiaomi, ты имеешь в виду? Да, да. И они, короче, реально, типа, вот, возмущены тем, что ФСБ, их любимый мессенджер Телеграм, пытается прикрыть. И, короче, там суть в том, что они на полном серьезе, короче, будут судиться. Это, короче, отдельное дело, вся фигня во всей там, всей строгости. Тут, короче, вообще написано все статьи, там пункты такие-то, такие-то. Я абсолютно не стал даже вникать в это. Самое главное, знаешь, что? Меня все еще волнует та тема, что в Телеге есть чатики. Обычные чатики, в них кодирование не такое, как вот тех самых, которые суперприватные чатики. Там, где, типа, ключ есть только у пользователя. Нет, насколько я знаю, у обычных тоже только у пользователей. А в приватности там суть в том, что там то ли фотки нельзя слать, то ли еще, кроме этого, он еще и удаляется через какое-то время и нигде не остается. Ну, то, что он сам удаляется, да, ну тогда в чем приватность, если это та же самая фигня? Видимо, это только два эндпоинта, два юзера, а на серваке он не хранится, логи не пишутся на серваке. Да, да, я говорю, что они не хранят, да, они не хранят. То есть у таких чатиков они хранят все-таки ключи. А у чатиков там, где пользователь-пользователь, там, короче, только у себя вообще. Они хранят логи, но они зашифрованы, и два ключа есть только у энд-то-энд-ресипиентов, а у защищенных они даже логи не хранят, даже зашифрованы. Я думаю, в этом дело. По идее, все на ключах, по крайней мере, насколько я понимаю. Но, опять же, это работа для наших комментаторов. Этому городу нужен герой, этому подкасту нужны комментаторы. Ну вот, представляешь, 35 челиков, такие говорят, ну все, короче, так-так-так, ну телеграмм должен жить, во-первых. Телеграмм, короче, не надо прикрывать. Я не знаю, вообще, вот эти все иски, насколько они долго затянутся. То есть, вот через сколько закончится вот такое вот, допустим, типа, вот это дело, пока там то, сё, слушание, там, кто, чё, кто придет, кто не придет, а вы, там, а мы, а мама потерпевшего, там, а дуров выйдет, там, вот что-то такое. То есть, как бы, насколько это долго все будет решаться, перед тем, как реально что-то будет произведено. То есть, блокировка, например, телеграмма. Или неблокировка, опять же, то есть, непонятно. Непонятно, неясно, как в том ролике у Гоблина, где непонятно, неясно, аниме, манго, дебилы. Тупое говно, тупого говна. Вот, тут тоже так же, да, тут так же ничего непонятно, неясно. Мне, знаешь, чё, интересно, почему всё ещё, знаешь, на официальном telegram.org, например, нет большого такого дисклеймера? У нас есть VPN, знаешь, у нас есть, короче, мы можем просто, типа, обходить любые блокировки. Почему всё ещё этого нет? Это же нормальная тема, по идее. Ну, это в Вике, во-первых, написано, а это всё равно, что на telegram.org. А во-вторых, ну, они, возможно, не хотят открытым троллингом заниматься уже прям ФСБшников. Да и вообще это всё анекдоты, это всё какая-то вот история про жабу и гадюку, кто знает, тот поймёт. Поэтому, ну, ничего не изменится, я думаю, для конечных юзеров. Всё это такое, это просто переливание, само пиар ФСБ. Они просто вот накидываются на телеграм, а по факту они просто набирают класс, и всё. Окей, окей. Вдруг они сами в телеграме сидят и такие, короче, это? Да, естественно. Я вот не удивлюсь. Я не ржусь, что, ну, у нас-то всё равно тут перепрокинуто через сок 5 и так далее соединение, поэтому, говорит, нам похвель. Сами даст этого рут. Окей, первая тема, ты говорил, что будет бодрая, вот она тебе, первая бодрая тема. Вообще, прям бодряк. А знаешь, кто ещё хихикает, как ФСБ? Пользователи, которые хостятся на SmartApe. uwebdesign.ru slash SmartApe. Это супер хостинг, который, в отличие от телеграма и защищённых чатиков, хранит все ваши логи. И не только логи, и бэкапы все ваши хранит. Если вдруг у вас что-то обрушилось, вчерашний бэкап всегда вам техническая поддержка восстановит. Я надеюсь, если... Понимаешь, SmartApe, он, в отличие от телеграма, его никто не хочет прикрыть, он супер официальный и супер, такой, знаешь, как тебе сказать, проверенный абсолютно. На нём есть штамп практически. Главное, чтобы штамп гриппа на нём не был. Поэтому, да, вообще, любые тарифы, ребят, любые вообще аренды хостингов, ВПС-хостинги, шарит большие хостинги, на которых вы можете бесконечное количество сайтов безлимитные класть. Всё это уже может стать вашим, если пройдёте по нашей реферальной ссылке и поможете проекту. uwebdesign.ru slash SmartApe. Да. Кроме этого, давай опять же вернёмся к нашему Патреону. Мы каждый раз про него говорим, и ты знаешь, вот, по-моему, действует. Это, знаешь... Мне тоже кажется, что... Вот это не то, что хоть кол на голове чеши нашим подписчикам. Нет, они сами себе там что-нибудь чешут. Потому что вот работает Патреон, люди приходят, и как-то даже вот расскажи, чем это чревато вообще для людей самих. Я просто хочу рассказать, что, во-первых, у нас приходят люди, у которых много денег. И мне это нравится, то есть люди... Я просто хочу сказать для тех, кто всё ещё не решается это сделать, значит, что ничего в этом такого нет, да? То есть согласитесь... Это не зазорно. Это не то, чтобы пухнуть на людях, пойти на концерт Ольги Бузовой или стать патроном uwebdesign. Все сразу скажут, стать патроном uwebdesign, конечно. 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 Уже 28, между прочим, человек таких. Или мне нельзя было... А слушай, это же... Можно, можно. Я открыл. Я открыл информацию. Мне как-то стало паскудно самого от того, что у нас какие-то тут ужимки, какие-то скрывания, там, отчётности от наших подписчиков. Поэтому смотрите, считайте. Всё прозрачно. 28 великих людей, а некоторые ещё более великие, знаешь, типа, те, которые по 50 долларов занесли. Есть такие, да, пока ещё не занесли, но тем не менее. Те, которые по 20, это прям боги на земле. Согласен. Например, они предложили сегодня несколько тем. Просто, вот знаешь, минуя всё, как через постель они нам предложили, только вот на стол директору принесли просто заявление. И мимо темок на сайте, мимо всего, просто нам предложили... Ну, я скажу, какую. Я просто сейчас не помню. Но когда я её увижу... Я просто хочу сказать, что именно с помощью patreon.com slash uwebdesign вы можете это и сделать. Именно взять, попасть в чатик секретный, предложить свою тему и так далее. Или просто нас поддержать какими-нибудь там двумя долларами, например, или пятью долларами. Там ещё и вам и стикеры будут, и вообще всё будет за чат. Да, бесплатные стикеры для всех, кто хотя бы пять заносит. Поэтому вы слушаете, Никита, он дело говорит. Конечно, patreon.com slash uwebdesign. Вот. И все ссылки на самом деле, как обычно, у нас всё есть в описании внизу, поэтому можете посмотреть. Там в том числе и рефералка на Smart Tape, и на сайт, который, кстати говоря, uwebdesign.ru, который у нас уже... Мне кажется, сколько уже сайту нашему лет? Два года есть ему или нет? Да, конечно. Ты что? Он... Ну, конкретно в этом дизайне нету двух лет, но вообще по факту он с 2014-го с конца, поэтому... С 2014-го с конца вот так вот. Вот когда у тебя с конца с 2014-го, то это уже много времени, я считаю. Короче, на сайте есть регистрация, и там же вы можете предлагать темы. Это, знаешь, такой, знаешь, вариант для бедных. То есть ты можешь предложить свои темы на сайте, например, а можешь занести 20 баксов и пойти просто практически в карманном тему, положить с помощью Патреона. А можешь просто на uwebdesign.ru в сайт-баре оставить свою тему, как обычно, там, где тема для тем, та самая, любимая наша. Вот. Там же можете зарегистрироваться и оставлять темы каждый раз. Вот просто навязывать свою тему. Может быть, вы написали свою тему где-нибудь на Medium. Может быть, вы на хабре написали свою тему, и никто не... У нас, кстати, такие были, и мы это даже приветствовали. Не очень, конечно, но приветствовали. Ну как это, ты даже хлопочки ставил на Medium. 50 хлопочков. Да, да, было такое. То есть, поэтому вы дерзайте обязательно uwebdesign.ru. В том числе есть стандартный способ занести бабла uwebdesign.ru slash donate. Там ничего хитрого нет, просто, как обычно, классические... Классические связки ваших кредитных карт и наших сердец, как обычно. Вот. Кроме этого, можете заказывать рекламу. Это уже совсем другое, это для более серьезных пацанов, не те, которые, знаешь, такие, короче, скажем так, все еще живут детством, а те, которые уже более взрослые люди, они напишут на work.sobaka.uwebdesign.ru, чтобы договориться о рекламе, например, в подкасте. Обязательно пишите. Любое. Можно в подкасте, можно в паблике, можно в Telegram. Можете даже туалетную бумагу свою у нас отрекламировать. Я считаю, что это даже один из лучших вариантов будет, который у нас был в подкасте. Согласен, согласен. Чтобы на втулке прям uwebdesign.ru написать и смыть. Да, она будет тоже смываемая, растворяться, но... Но хреново растворяться будет. ...оставится, да, в ваших сердцах, поэтому... Пишите на work.uwebdesign.ru. Обязательно. Telegram, тот самый, который сейчас заблокирует уже, вот прям ща, прям ща. Канал и группа у нас есть. uwebdesign.ru slash about, там все ссылки есть, как обычно. Там не только ссылки на канал и группу в Telegram, там на все, там вообще на все. Можете просто потыкать, можете просто потыкать. Я на этом остановлюсь. И стикеры во ВКонтакте, это тоже, опять же, если вы минули каким-либо образом 5-баксовый... 5-баксовый pledge в патроне, в патреоне точнее, можете зайти просто на vk.com slash uwebdesign, там заказать стикеры, просто как обычно. Все по-классике вообще. Ну да, это такой миссионерский вариант, заказать стикеры, будем говорить. Абсолютно миссионерский, никаких извращений, просто вк.com slash uwebdesign. Просто с выключенным светом под одеялом заказываете его, и все. Да. Вот, окей. Теперь дизайн, наконец-то. Дизайн сегодня будет он, в отличие от разработки. Да, ты будешь сыпать, да, соль на эту разработческую рано каждый раз. Да, действительно, в этот раз дизайна причем много, целых 4 темы, то есть у нас дизайнерский такой подкаст, как наркотики в этот раз. Йосиф Крикет нам предлагает тему... Предлагает обсудить дизайн сайта gala.ru. Причем... Давай так, он изначально оставляет хреновую ссылку. Да, он оставляет ссылку на localhost, поэтому как-то это не по веб-дизайнерски такое делать. Согласен, согласен. Я перешел, я перешел на gala.ru, я вбил, так сказать, ручками. И с чего начать? Я не представляю, здесь все. А мы будем смотреть мобильную версию конкретно? Давай начнем с немобильной. Давай. Давай начнем с того, что у этого сайта есть мобильная версия и обычная версия. И ты знаешь, слушай, я вот сейчас смотрю, и мне не противно даже. Тут, конечно, написано конкурс, худеем вместе, призы, ноутбук, планшет. Каждый месяц день нужно произведение. Я вот давай перейдем сначала по конкурсу. Он ведет на монетки.php. И здесь реально движуха. Пользователь с ником TheYah на первом месте. У него или у нее, я не знаю, 36,5 монеток на 27 марта 2018 года. Ты знаешь, я даже не знаю, куда ты так нажал удачно, потому что я даже не понимаю. Сверху, на сам баннер про ноутбук, планшет. Монетки.php. Слушай, ну я нажал на худеем, да? Не, не на монетки. На меня на галя.ру худеем. А так у нас разная реклама показалась, значит. Ты понимаешь, что тут есть разные рекланы? Ты видимо ходи... О, смотри, сейчас дарим бриллианты появилось. Вот несколько банков. О, я на монетки.php попал. Все, все. Живем. Здесь видишь просто, во-первых, каждый месяц денежный приз тысячи рублей. Во-вторых, ноутбуки, планшеты. И повторюсь, TheYah — это пользователь, у которого наиболее, больше всего монеток. Я тебе больше скажу, у него есть иконочка, автор лучших комментариев, мнение участниц. Понимаешь? Ты имеешь в виду вот это? Так, ну не все здесь такие. Все первые 15 таких. Ну не все. Ну не все. И ты понимаешь, что здесь очень классные ники, такие как, например, 52HYXJCWFA. Нет, ну странное очень есть. Я не совсем понимаю, это какой-то подпольный клуб галь каких-то, галя.ру. Я думаю, что это как Woman.ru. Начал изменять. Хотелось чаще, чем давал муж несоответствия. Поехали. Я зашел. Где это, скажи. Где это, скажи. Потому что я вижу только мучить скидь после полового акта. Если ты нам парень ушел спать, а мы с другом переспали. Секс отличный. О, блин, Сань, почему ты раньше не нашел этот сайт? Я хочу на нем быть. Давай так. Это Иосиф Крикет и заслуга. Но я считаю, что подкаст можно на этом заканчивать, что чувствую себя лохушкой, будто Зану сводит. С мамой ему жить в кайф. Раздражает мама. От нее запах и ходит с волосами в... Автор-провокатор. 26 марта. 2.51. Блин, давай хотя бы одну тему откроем. Я вот одну открыл. Тебе придется тоже, наверное, открыть какую-то тему. Давай попробую, как мне найти ее. Значит, давай, короче, напротив... Давай напротив все-таки Лили25, вот на монетках.php. Вот там, где Лили начал изменять, хотелось чаще, чем давал муж несоответствие. Давай хотя бы вот это прочитаем. Вот у меня нету там такого. Начала курить. Что, они рандомно, что ли, их генерируют? Да свидос. Гений, гений. Был у кого сбой после приема эксапела. Как лечили? Я мямля и ничтожество, ничего не добьюсь без меня. Нравится летнее платье фото? Ты просто... О, фото. Ты просто зайди, короче, внутрь этих тем, и там реально, короче, есть вот эти сгивки со смайликами. И, если честно, я вот когда вижу эти лица, хочется в монитор ударить почему-то, не знаю почему. Желание возникает. Мне нельзя, секса не было. Ты обиделся, он не отвечает на мои сообщения. Муж разрешил соседу запустить в наш двор коров. Обвинил, что изменял, вернулся в бывший расставание. Замечательно. Галя.ру. Окей, давай просто поймем с тобой еще. Все-таки зайдем на m.gallia.ru, то есть на мобильную версию сайта. Она есть у него. Я считаю, что у таких сайтов, кстати, должна быть мобильная версия, потому что это же, как сказать, ну зайти как бы и почитать действительно тему интересного с мобильного. Вот зайди на m.gallia.ru. Схватил за горло, а потом сильно оттолкнул. Точка, моя пощечина. Как моя война практически. Ой, ладно, нельзя, такие нельзя слова говорить. Сцепилась с парнем. Вначале началась словесная перепалка. Вообще из-за ерунды, грубо говоря. Да ладно. Блин, я такое нашел. Потому что, что некрасиво выразился в мой адрес, я ему залепил пощечечную, но что он схватил меня за горло, спросил, какое право я имею поднимать на него руку, а потом сильно оттолкнул. Я в этот момент подвернул ногу и ударился. В итоге косточка на щиколотке очень опухла. А он даже не считается... Ну ладно, все. У меня уже встал по этому. Короче, фигура груша, понял? Оцените, большая задница для 14 лет фото. Я просто сожалею тебе, что ты не нашел все еще эту тему, потому что я... Подожди, я груши сейчас Ctrl-F сделаю, но нет. И что ты мне сделаешь, да, типа? Короче, замечальный сайт. Мобильная версия есть. С 2003 года, между прочим, существует. Я тебе скажу. Я тебе скажу. Я хочу, знаешь, что сказать? Вообще очень много... Не хочется пиарить такие сайты, в принципе. Ну то есть как бы... Но есть такие порталы прям целые. Типа, знаешь, дети.ру или что-то такое. Где вот, знаешь, люди еще в 90-х купили эти домены, да? Которые с громким названием, типа галя.ру. И делают там какие-то порталы реально, которые, короче, с посещаемостью охрененные. И они реально на этой рекламе зарабатывают, которая вот везде тут, вот везде она есть. Ее вообще сложно не заметить. Хотя на самом деле, ты знаешь что? Я сейчас понял. У меня отблок, короче, включен. Да нет. Давай так. У меня нету отблока, и здесь нету никакой рекламы, кроме непосредственно с сайта галя.ру. Ну то есть нативная реклама. Тут вся реклама нативная. Вот все. Даже то, что вот развлечения, игры, тесты, калории, сонник, это на галя.ру. slash magic slash sonic.php. Гениально. Ладно, окей. С самого справого места есть такой микроблок, абсолютно просто. Три какие-то красные ссылки. Советуем посетить. Так. Но там не казино-вулкан. Там храм Казанская иконы Божьей Матери. Коломенская-храм.нет. Сбор пожертвования для тяжелобольных детей. Благобокс.ру. То есть это, скорее всего, даже не вот реально супер проплаченное какое-то говно. А именно вот что советуют посетить. Я тебе больше скажу, я, короче, тут это, нажал на ВК и думал, сейчас к ним в паблик попаду или в их группу. И мне сразу приложение галя.ру запрашивает доступ к вашему аккаунту. Доступ к общей информации, приложение будет доступно в ваши личные данные. Они хотят, короче, сграбить мои данные, чтобы регистрацию провести. Да, да, да. То есть это вот не боли. Не то, чтобы они там что-то у тебя еще украдут. Ну, конечно. Я сейчас звучу, как торговый представитель галя.ру. Галя.ру, да. Заняться любовью на сеновале. Пробовали, а комары. Жаль, я из города. Господи. Ну, дряблые руки. Занимаюсь по программе, которую тренер. Самое смешное, что тут именно обрезают до, так сказать, двух строчек. Чтобы громкий заголовок был. Нет, это сугубо по количеству символов, я отвечаю. Это онлайн 3107 человек. Мать твою. Рвала рубашку на груди и требовала внуков. Теперь ему 23, а мне нет и 18. Я его обманула, сказала, что мне. Господи. Это лучше вообще. Это лучше, это лучше абсолютно. Спасибо большое за предложение. Предъявлять за это не делаю мозги, но. Не делаю мозги, но. Слушай, ты знаешь, еще есть какой пост? Попробовала с губастым, но лысый лучше, прикинь. Я потом тебе скину, ссылку почитаешь. Давай, давай. Но. Но. Должно быть но потом еще. Ладно, в общем, Иосиф Крикет, ты крутой. Что касается мобильного сайта, но он действительно мобильный. Хотя я уверен, что даже основной сайт не жрет трафика вообще. То есть там текст и все. Да, там CSS. Там сплошное CSS. И, по-моему, там даже и картинок-то особо нет. Ну вот, да. В общем, это было круто. Дальше у нас три темы от Константина Гончарова. Это блок, который мы назовем Константин Гончаров просто. Блок, да. Блок Константин Гончаров. Значит, первая тема с ДТФ. Принцип лифта. Как сделать долгие загрузки приятными. И здесь абсолютно вот тема, которая, знаешь, казалось бы, никак не касается сайтов. Ну, потому что здесь, типа, про игры. Но, в принципе, она, мне кажется, полезна всем вообще. Вообще всем. Каждому. Каждому полезна эта тема. Потому что, смотри. Чуваки рассказывают, типа, сначала на опыте, даже не то, что игр, а прям вот в реальной жизни. Типа, вот чуваки, короче, сделали лифт. Ну, вот сделали лифт в здании. И такие думают, блин, а какого хрена поступают жалобы о том, что прям бесит ждать лифт. Ну, огромное. Если, знаешь, большое здание, много этажей и так далее, короче, ждать лифты – это реально проблема. Вот я даже в небольшом здании понимаю, что это вот стоять, что-то делать. И, короче, они долго бились-бились. Что-то уменьшали количество, увеличивали скорость лифта движения, да, и так далее. Но ни хрена. Все равно всем не нравилось ждать лифт. И тут, короче, один челик, гений, предложил просто повесить около лифта зеркало. И сразу же все жалобы прекратились, потому что люди стали заниматься другим делом вместо того, чтобы ждать лифт, соответственно. Смотреть в зеркало. И то же самое абсолютно с загрузками в ваших играх или на ваших сайтах, опять же. Здесь идут именно примеры и немного такое разворачивание темы. Немножко здесь про анимацию идет. То, что вот, например, надо смотреть, опять же, ну, тут в зависимости, естественно, от какой игры, но, опять же, в зависимости от вашей анимации на вашем сайте. То есть, например, в том же самом Капхеде там стилизация под мультфильмы каких-то там, каких, 80-х. 30-х там написано. 30-х, 80-х, да, 30-х. Соответственно, анимация и движение и скорость кадров и все-все, это должно полностью быть в соответствии со стилистикой. То есть, ты не должен делать там гениальный 60 FPS, как Far Cry 5, только в Капхеде, правильно? Не должен. И то же самое, и это, понимаешь, настраивает игрока или настраивает пользователя, да, на определенный лад, на определенный ритм использования вашей игры там или вашего сайта, опять же. Вот, соответственно, то же самое и с загрузками. Вот, например, здесь они в World of Goo, начиная с World of Goo, типа, вот очень классно в нем сделана загрузка, при том, что, типа, пока идет загрузка, есть какие-то небольшие шуточки, типа, подгружаем то-то, подгружаем все-то. Знаешь, во многих играх такое делают. И также, в принципе, я и на сайтах на каких-то такое видел такие прикольчики, типа, не знаю, там, привезем рабочих строить стену, дурову, там, я не знаю, ну, вот такое, короче, говно. Ну, я в Симах это первое помню, здесь World of Goo приведен в пример, а я помню, что в Sims то же самое было, типа, там, полигоны перевозим, спрайты, там, вот такое. Да, 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 то есть вот эти шуточки, на самом деле, и следующий, второй пример уже, как бы, типа, достаточно логично, который можно сделать, это сделать подсказки для игры, чтобы человек, пока ждет загрузку, еще и учился играть в вашу игру, типа, как здесь написано. Ну, это я в Вовке привык видеть, да. Но, да, знаешь, что самое главное? Меня вот это бесит, честно признаюсь, то есть, особенно в очень сложных играх, вот, например, как в Dark Souls там тоже есть подсказки, и в Bloodborne есть подсказки, но, знаешь, от таких подсказок хочется, опять же, пробить монитор. Да, ты понимаешь, там подсказки на уровне того, что, чтобы бежать, нажмите W, да, вперед, но после того, как ты десятый раз строишь какого-нибудь босса, ластецкого последнего, да, и тебе вот такая подсказка, что вы можете бить мечом, стрелять из лука, ты, короче, такой сидишь и думаешь, твою мать, ты еще, короче, ждешь загрузку реально, тебе уже вообще читать это никак не лезет, абсолютно. Вот, поэтому, я не знаю, здесь тонкая грань, может быть, шуточки еще норм, потому что, вот, например, в Hearthstone меня не задолбали шуточки по поводу того, что там, пока ты ждешь загрузку пати, когда у тебя PvP открывается, вот эта вот колода на колоду, скажем так, ты видишь такую вращающуюся хреновину, где там просто шутки, типа, выбирай вашего противника, там, какой-нибудь там завистливый гном, там, тот-то хрен-то, там, какой-нибудь там жадный, там, гоблин. Ну, я помню, да, там, типа, в казино, да, такой. Вот это еще прикольно, это я, это ход хороший очень, вот, а по поводу подсказок не знаю, по поводу подсказок не знаю. Здесь написано еще дальше, очень какой-то, знаешь, такой энергозатратный, мне кажется, пример, сделать пока загрузка, сделать такую песочницу для игрока, в которой он может играть, продолжать играть, как бы, пока ждет загрузку. Я, кстати, вот, я тебе так честно скажу, и для наших зрителей тоже, я эту тему тоже читал, просто мне интересно стало. Вот, и я вот задумался о том, что тут должна быть сначала загрузка, чтобы ты дождался, пока эта песочница загрузится, потом уже сама загрузка. Там с подсказками, там с подсказками, как бежать и так далее. То есть, чтобы максимально бесило вообще все, короче. Вот, поэтому проще, наверное, сделать игру менее зависимым от подгрузок, загрузок, но это, опять же, уже, хотя, видишь, здесь чувак-то из лифта сказал, что, скорее всего, все равно она будет дольше, чем хотелось бы, и проще сделать ее менее скучным, чем да. Кстати, вот там, где Assassin's Creed бегает, она тоже какая-то нихрена неплавная, там прям вот у него лагает, как будто он на 20 веке играет. Да, да, это надо учитывать, что в это время у тебя загружается основная локация какая-нибудь, там, допустим, или ролик какой-нибудь, там, катсцена, я не знаю. Ну, в общем, тоже могут быть проблемы с производительностью. Ну, здесь написано, что да, можно сделать какую-нибудь мини-игру, например, короче, почему бы нет. Просто такую, знаешь, легонькую вообще. Ну, или какое-нибудь там вот обучение здесь, как есть, вот, короче, тоже типа в байонете. Я не знаю, ты, в принципе, как считаешь, это, насколько нужно вообще углубляться вот в это, насколько нужно, короче, продумывать, и нужно ли вообще, в принципе. Смотри, два коротких примера, 3, 10, 5, не знаю, сколько-то коротких примеров. Во-первых, мне понравился факт того, что, оказывается, какая-то там компания, ну, можно даже найти какая, она запатентовала, намко, вот такая компания, запатентовала, что мини-игры на загрузке только у них может быть. Почему-то он закончился, этот патент, то ли они уже продлевать не стали, знаешь, как домен, забыли продлить, все, ушел патент. Да, да. Вот, а на самом деле, вот, это мне любопытно стало. Второе, я посмотрел вот это байонетто, и да, действительно, вот, если бы, вот, я просто, ну, я не знаю, что за байонетто, не знаю я такой файтинг, а вот, например, представь Морталик, и там бы тебе реально показывали именно коронки, я буду это слово использовать, вот коронки как делать. Комбочки. Комбочки и коронки, да. Это прям реально круто, это же обогащает твой же собственный. Ну, абсолютно, это намного лучше, чем потом на паузу ставить. Да, это лучше, чем вгуглить, там, солюшены, книги покупать бумажные, в которых солюшены напечатаны, комбочки и коронки, или там что-то гуглить, это все, а тут ты сразу можешь это попробовать, и у тебя сразу прям пристает, у тебя вовлечение увеличится, потому что ты сразу же в новом бою хочешь это попробовать, и тебе классно. Только, с другой стороны, что тогда ждать, если у тебя тут уже практически полный файтинг загрузился, там ты максимум будешь ждать только, как карта подгрузится. Не, ну погоди, идея хорошая, не надо ничего грузить, ты можешь просто писать, что нажимать хотя бы, просто написать. А что бы сделать, вот ты, допустим, играешь за Саб-Зиро условного, да, у тебя загружается бой. Пока загружается бой, написано, а, кстати, комбочки у Саб-Зиро такие-то, такие-то. Ну да, или так, или так, смотри, мы вместе приходим к крутому консенсусу. Гениальному, да, к гениальному решению. Просто понимаешь, Марталик, он иногда, зачастую точнее, Марталик, это, короче, хрень соревновательная, и это уже будет немножко нечестно, если вы вдвоем играете с чуваком, и у тебя комбочки твои написаны, а ему твои комбочки написаны, и он такой будет, твою мать, вот ты-то знаешь, как, короче, за Саб-Зиро сделать там какой-нибудь этот? А я не знаю. Ну, ну, может быть, да, может быть, это надо, именно в мультиплеерных играх подсказки будут в стиле все-таки нужно играть хорошо, чтобы победить соперника, опустите его хп до нуля. Да-да-да-да. Такой бред. Так вот, еще вспоминаю классический пример, игра Nox, которую мы тоже неоднократно с тобой обсуждали, там в главном меню есть твой курсорчик, и при нажатии просто left-click даже на пустом месте с курсорчика идут искры. И я, когда первый раз играл, я минуты, наверное, полторы потратил на то, что я просто жал в пустоту и искорками весь экран забрызгивал. Вот. Нормальная тема. И мне прям это интересно было. И во всех загрузках, которые там были, там также можно делать. Ой, я сейчас вспомнил, опять же, опять 3, 5, 10 примеров. Это, короче, была такая тупая игра, абсолютно тупейшая игра. Блин, она как-то называлась типа лига чего-то там. Короче, там был типа американский футбол, ну или регби, но типа фэнтези стиле. И его еще Бочински со Силавиным озвучивали, это наша локализация, то ли от софт-клаба, то ли от кого-то там. Я купил тогда на диске ее, зачем-то, это очень старая игра. Вот. И там, пока ты в меню, надо было то ли тараканов давить, бить битой, короче, то ли какой-то такой хренью. Вот. Это просто, ну это в меню, понимаешь, это не загрузка, опять же. То есть это просто была фановая дополнительная мини-игра, которая тебя немножко увлекала, скажем так. Увлекала. Ну прикольно, прикольно, интересно. А последний 3, 5, 10 пример — это YouTube. Помнишь, там был момент, когда грузится видос, ты мог нажать стрелочки и змейкой поуправлять внутри экрана самого видоса. То есть типа эта мини-игра, она всегда была загружена, если долго буферизируется видос, то можно было змейкой поиграть. Ты видишь, судя по недоумению, ты не знал. Не-не, я знал, я знал. Понятно. Это я просто как бы что-то залип. Я просто пытаюсь мостик сделать от видеоигр все-таки к дизайну сайтов. Нужно ли нам в приложениях каких-то сложных, которые долго действительно подгружаются, тоже делать какие-то такие штуки? Или хотя бы нескучный прилодер, каждый раз разный, например. То есть у нас же изначально-то мы постановили, точнее не мы, а автор статьи, что главное сделать это нескучным. Что вот я думаю, да, именно поэтому и были придуманы прилодеры различные, для того, чтобы как-то разбавить все вот это то-се. Но слушай, вот представляешь, подсказки, как пользуются приложением, пока загружаются, это вообще классно. Это даже захочется будет удлинить загрузки, чтобы успеть прочитать подсказку. Потому что вот так-то в общем в целом в вебе не сильно долгие загрузки, но только если каких-то жестких выборок в базу данных нет и так далее. Поэтому интересно, интересно. Спасибо за предложенную тему. Смотрим дальше. Дальше у нас, ну, все тот же Константин предлагает. Notification – это грань между добром и злом. Это статья с trydesignlab.com. Эндрю Уилшер какой-то, практически чистокровный британец, нам ее пишет. Смешно, если это ниггер какой-нибудь будет, но ладно. Он нам говорит о том, что вот вы вообще в последнее время чувствовали какой-нибудь кошмар по поводу того, что вы тонете в уведомлениях. Вот эти красные, говорит, значки, ну, он, видимо, про айфоновские, хотя, наверное, везде они примерно такие. Вот эти бейджи или стикеры, как-то они правильно называются. Ну, вот здесь он пишет бейджи, а изначально, когда они появились, они стикеры назывались. Может быть, сейчас, может быть, это только на русском так были переведены. Не знаю, не готов ответить. Там уже тоже они все переиграли 10 тысяч раз. Поэтому что вспоминать? Ты мне скажи, на андроиде такие же или как? Сейчас очень сложно почему-то. Я, слушай, не помню. Вот честно, сейчас ты меня просто огорошил. Как горош. Да и насрать, на самом деле. Ну, пусть будут такие же. Если даже и не такие же точно, то что-то в этом духе. И опять же, дело тоже не в красных значках, а в самих уведомлениях. Ну, да, они оранжевые такие, знаешь. Ну, смотря на каком андроиде, опять же. Тут на разных андроидах по-разному, как всегда. У них все не консистенция абсолютная. Ну, и бог бы с ними. Продолжим. Сейчас предпочитают думать, что вот эти уведомления – это антипаттерн. Или, как здесь сказано в оригинале, dark pattern. О том, что это темный паттерн. В общем, делать так не надо. Почему? А потому что вообще-то это уведомление – это не новое. Ну, пришла новая смска, прозвенел телефон, там, отобразилось сообщение. Типа, прочитать. Окей, это классно, это здорово, это, там, позволило нам быть, так сказать, на острие атаки, как хип-хоп-маньяки. Постоянно быть в курсе того, что происходит и так далее. Оно увеличивает, так сказать, вовлечение. То есть мы сразу же переходим в сообщение смс, там, что-то пишем заново. Какое-то время в нем проводим, ждем и так далее. А если это, там, какой-нибудь хреновый твиттер-клиент, то мы в нем тоже проводим время, потому что нам ответили на твиттер, вдруг нам ответят заново. А там какая-нибудь реклама показывается, и разработчику тупо идут бабки. И все бы хорошо, если бы этим и начали злоупотреблять. А именно, куча всяких уведомлений, типа, поиграй в нашу игру, пройди еще 10 тысяч шагов сегодня, чтобы не сдохнуть от рака, я не знаю, сердца. Я не знаю, вообще бывает такое, рак сердца. Рак крови знаю, а вот рак... ну, тьфу-тьфу-тьфу, короче, вы меня поняли. Вот эти все уведомления, которые именно уже не несут в себе никакой смысловой нагрузки, это прям вот полная отстоя. У тебя есть какие-нибудь такие уведомления, которые вот именно, хей-хей, зайди в наше приложение? Ну, я стараюсь от таких, на самом деле, избавляться, потому что, знаешь, это обычно приложение супер... какие-то супер бездельные приложения отправляют, какие-нибудь игры, я не знаю. Но вообще нет, я вот не помню, последний раз, что у меня какое-то такое приходило. У меня в основном какие-то серьезные уведомления, типа, знаешь, кто-нибудь запустил стрим вот такое. Вот это да, это важно. Это уведомление первой категории, как яйца. Конечно. Первого сорта. Так вот. А у меня, на самом деле, к сожалению, есть уведомления второй и третьей категории. Вторая категория — это вот у меня есть приложение, например, в котором я отслеживаю траты. И вот он, оно, это приложение, если вдруг я в день не написал свои траты, он мне в 8 вечера стабильно пишет. А вы что, сегодня ничего не покупали? Ну-ка, учтите-ка свои траты. И я вот сейчас в тот момент, пока с вами разговариваю, уважаемые подписчики, убрал нахрен от этого приложения уведомления. Я сам знаю, когда мне указывать, мои мать, твои траты. Я думал, ты учитываешь как раз, пока с нами разговариваешь траты свои. Нет. Кроме этого, есть всякие игры. Ну, там, знаешь, вот, как только Angry Birds там обновился в какой-то момент, они начали грешить. И ладно бы там были реальные уведомления, типа там, твой кулдаун по найму каких-нибудь поросят за внутриигровую валюту закончился, иди найми еще поросят. Это, допустим, адекватное уведомление, потому что, действительно, я играю в такие фремиум игры, я хочу не пропускать моменты, когда у меня наняты поросята. Но если это будет именно, слушай, друг, ты давно не играл в Angry Birds, ну, камон, какого хрена? Это уже вот ни в какие ворота. А есть еще уведомление третьего, так сказать, порядка, третьего типа. И это самые просто отвязные такие, самые худшие вообще, какие могут быть обновления. Это когда тебе твиттер пишет, типа, а вот какой-то там чувак твитнул. Ой, да, вот это мне приходит дерьмо. Даже уже напрямую тебя не касается, или там приложение. Это просто тупорылое вовлечение, так сказать, в... Вот мне это приходит, причем там, знаешь, такие настолько левые люди, которые, вообще, я даже их не читаю. И их читают только те, кого я читаю, и то вряд ли, еле-еле, короче, там вообще досвидос. И вот именно эти люди, им понравился какой-то один из твитов, который тоже ко мне никак не относится. И мне это приходит. Вот это вообще кошмар. Вот, вот, вот. Вот и я о том же. И сейчас этим все грешат. Он здесь перечисляет именно... Во-первых, есть сайт darkpatterns.org, в котором, на самом деле, если зайти в Hall of Shame, зал стыда, там лента твитов просто аккаунта Dark Patterns. А тот, в свою очередь, ретвитит разные примерчики. Мы сейчас, я дочитаю стадион, дорассказываю, мы посмотрим пару примеров. Там действительно есть, так сказать, выдающиеся. Так вот, ну, кроме этого, очевидно, что вот эти все, когда ты заходишь, и у тебя, ты на сайте еще даже не зареган, а у тебя уже вот этот колокольчик, который показывает уведомления на сайте, в их интерфейсе, типа, у тебя уведомления, зарегистрируйся у нас на сайте. Видел такое как раз? Просто худшее. Или там, вы у нас не зареганы, но давайте-ка вот подпишитесь-ка на наше дерьмо. И оно прям вот всплывает тебе и так далее. Ну, это просто пример, да, Dark Patterns, про уведомления, если говорить, то вот то, что я сказал. И кроме этого, вот он приведет LinkedIn. Там, говорит, есть просто, вау, у меня 7 уведомлений. Он показывает скрин, типа, у меня 7 уведомлений, 1 запрос в My Network. И он заходит в уведомление, там просто, поздравьте там кого-нибудь за то, что они там поступили на новую работу. Что? 8 человек посетили ваш профиль. И нажать, типа, попробуйте премиум бесплатно, а премиум – это как раз узнать, кто к тебе посещает. То есть они конвертируют тебя в покупателей в уведомлениях. Они тебя уведомляют, слушай, друг, попробуй-ка премиум. Мы нашли 10 работ, которые тебе могут быть интересны. Бог бы с ним. 10 работ – это еще, ну, это то, о чем, собственно, LinkedIn и есть. Поэтому это там хотя бы адекватно выглядит. Facebook со своим вот этим говнищем, типа, у вас новый уникальный мега-друг может быть, если вдруг вы его посмотрите, опознаете и зафрендите. Ваша там статья получила один новый просмотр. Что? Зачем? Почему каждый раз это именно уведомлением является? Ну, это все, конечно, риторически. Все мы знаем о том, что это так. И здесь идут рассуждения о том, должны ли мы настолько хотеть вовлечения ценой раздражения пользовательского, фрустрации. Но как бы это остается на совести каждого разработчика. Я, говорит, считаю, что будет в какой-то пиковый момент, после которого это пойдет на спад. После которого просто люди перестанут абсолютно этим пользоваться. И эти алгоритмы, они, говорит, подстроятся уже. Вот они смотрят, что, допустим, уведомления про друзей, я их максимально игнорирую, да? Они их не будут мне уже прессовать. А увидят, что те уведомления, как какой-нибудь бомж Вася, которого я случайно зафрендил, обновил свой статус. Вот туда я все-таки перехожу, смотрю и, может быть, даже лайкаю ему. Вот такие мне будут продолжать показывать. А вот именно про друзей, например, нет. Ну это уже какое-то машинное обучение по шей, по-моему, пошло. Слушай, это даже и неплохо. Я думаю, что хотя бы это будет оправдано с точки зрения, что пользователи действительно будут больше вовлекаться, потому что им будут предлагать именно тот экспириенс, который им нужен. Так вот, если возвращаться к Hall of Shame, то там у нас твиттер-лента. Перейдешь, Никита, darkpatterns.org slash hallofshame. Там есть ссылка где-то в тексте статьи на Dark Patterns, а там существует Hall of Shame. Ну и там вот, знаешь, гифка. Чувак, ему пришла рассылка от Yahoo, отсылка, которая unsubscribe, она белым на белом написана. Ее можно увидеть, только если выделить. Вот это, говорит, конечно, просто свидос. Ну и там классические типа. Вот powered by stringingly. Кажется, говорит, что вот ты нажмешь эту штуку, и тебе развернется, точнее спрячется эта панелька. Ну то есть она уйдет вниз, как, знаешь, живо сайт у тебя всплывает. Ты жмешь стрелочку, и он у тебя вниз уходит, и только торчит чуть-чуть там снизу, и все. А тут, говорит, просто переход на сайт происходит. Какого хрена? Это типа все антипаттерн. Если, говорит, вы в Facebook здесь какое-то уведомление присылаете, типа, мессенджер получает доступ к вашим контактам. У тебя две кнопки. Окей и узнать больше. И если ты перейдешь в узнать больше, там, оказывается, есть, типа, не включать. А по-другому никак нельзя сделать, чтобы не включать. Поэтому, ну это, конечно, все такое неприятное. Но мы уже все давно это знаем, выучили, воспринимаем как данность. По крайней мере, я. Ты как? Я тоже достаточно выучил. И, в принципе, я даже, если честно, меня уже, если бы вот мне даже каждую секунду приходило такое дерьмо, я бы уже даже, наверное, не реагировал. Это значит, что привыкание вызывает. Да, это как, знаешь, баннерная есть слепота, а тут будет уведомлительная слепота. Да, но с другой стороны, это, понимаешь, обесценивает какие-нибудь важные вещи. То есть, возможно, ты пропустишь что-нибудь, во-первых. Поэтому я стараюсь все-таки избавляться от лишнего дерьма. Да, если на самом деле система позволяет просто заблокировать такого рода уведомления. Просто, например, если говорить про Твиттер, то там я каким-то хреном заблокировал именно на аккаунте вебсайне, чтобы мне вот такого говна не присылало. Но вот на ювеб-дизайне, в ВДГеймсе, я уже не помню, как это сделано вебсайне, поэтому там по-прежнему все к говнищу приходит. Ну и как бы, да, это, конечно, плохо. Но вот так. У меня, кстати, на Hall of Shame почему-то колоночка загорается, типа она мне что-то проигрывает. Не знаю даже что. Вот такая вот тема. Ты что, здесь со мной? Да, да, да. Ну тема, на самом деле, интересная как бы. Но знаешь что? Не знаю. Знаешь что? Я так и не понял. Он все-таки хочет, чтобы вообще убрать, допустим, второй и третий этот? Да. Он говорит о том, что уведомления должны быть только уведомлениями, только важным дерьмом. А все остальное, говорит, вы или в отдельную ленту вынесете, или вообще уберите. Ну, либо то, что он сказал. Я, говорит, не верю, что уберут. Я верю, что будет вот машинное обучение для уведомлений. Ну, понял. Такие дела. Последняя статья из разработки, из поста того же Константина, из дизайна, простите. Из разработки, это я уже сам себя уговариваю, но нет. А у Лорен Арчер есть такой чувак, он написал... Кстати, мне здесь показывают, что Лия Веру, ему тоже хлопочки оставляла. А я, кстати, ему 50 хлопочков. Вот я лох, ему-то я и не отвесил. В другой статье я отвесил. Хлопочки. Так, сейчас я здесь поставлю 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Все. Так вот, Лорен, он... Лорен, на самом деле, на слух кажется, что это женское имя. Твою мать, или это и есть баба? Да, похоже, это баба. Просто она так выглядит, как мужик. А, я увидел, да, я увидел тоже фотографию, скажем так. Я подумал, это просто такой неряшливый мужик. Но нет, похоже, баба. Ладно, неважно. У нее, кстати, спонсор BMW, чтобы вы понимали. Спонсор этого поста реально BMW у нее. У нас, к сожалению, нет. Она рассуждает, откуда появился крестик в интерфейсах, именно для закрытия какого-то диалогового окна, или просто для закрытия чего-то. Сейчас, говорит, это везде. То есть она, говорит, вот показывает Twitter. Кстати, какой-то Twitter X. Что за Twitter X? Неужели на Свифте Twitter написали? Посмотрю пока. Ну, в смысле, потом. Да ладно, кого я обманываю. Прямо сейчас посмотрю. Закрытие в браузерах пром.x. А, это X в смысле, что X в таких-то приложениях. Вот как лоха меня развела сейчас. Там Twitter X — это на самом деле какое-нибудь фишинговое приложение, которое она написала. Да, на самом деле это просто крестик вот тот самый. Да, да. Крестик в Twitter, крестик в Chrome. Вот здесь крестик Windows 7. Почему именно 7? Не знаю. Ну, вот 7. Там тоже классический крестик, который закрывает. И она говорит, давайте, говорит, вот посмотрим историю. Вообще, кажется, что это все Microsoft придумал. Ну, но только, говорит, ладно, говорит, вот в семерке есть, да? А вот в Windows 1.0 не было. Ну, и здесь скрины из Windows 1.0. Я даже не пользовался, честно скажу. Вот, говорит, в Windows 2.0 тоже не было. Здесь закрытие было, во-первых, слева, как на Mac. А, во-вторых, палочка такая обозначалась. И было так свернуть, развернуть справа. Всех трех кнопок справа тогда не было. В Windows 3.0 тоже не было. Крестика там была черточка. Я, кстати, вот Windows 3.1 пользовался. Даже не обращал внимания, что там крестика нет. Ну, ты уверен, что ты помнишь вообще, как это было? Я отлично помню, как я ее запускал. И там был Paint. Я ее запускал из-под Нортона. Для того, чтобы порисовать. Ну, я, как всякий ребенок, я любил рисовать в тот момент. Часто я уже... Как всякий ребенок, пару месяцев назад я запускал Windows. Вот, да. И, говорит, появилось это в 95-й Винде. Все. Иконка закрытия переместилась тоже вправо. Причем в 95-й Винде она еще была с некоторым пэддингом от свернуть-развернуть. То есть, она была обособлена в какой-то момент. Ну, погоди, погоди. Там же в какой-то момент, по-моему, была тема, что они начали слизывать с macOS. Все. Но только, видишь, чуть-чуть по-другому. Давай так. Там была тема о том, что и macOS, и Windows слезали свой дизайн с Xerox. Да, 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 с Xerox, точно, точно. Вот. Xerox. Ну, просто так называется. Ладно, не важно. Ну да, я помню, да. Чтобы вы знали, Windows 95 на этапе разработки называлось коденейм Chicago. Chicago. Chicago, да. И вот именно в бете еще не было крестика. То есть, была, опять же, вот эта вот палочка только вот по центру. Не палочка снизу как усвернуть, а именно палочка по центру. Но что-то, говорит, наверное, пошло не так. И вот, ну, начиная с 93-го по 95-й год, когда там. Хотя Windows 95, как водится, вышло не в 95-м, а в 94-м. Ну, неважно. В общем, что-то произошло между альфой и основной версией, так сказать, и релизом. И не знаю, говорит, что. Но вот каким-то образом решили, что, наверное, надо что-то будет изменить. И, говорит, сработало. Начиная с тех пор, везде появился крестик. В macOS, говорит, не было крестика. А именно в OS X, которая уже вышла там, чуть позже, уже появился крестик. В Linux изначально в GUI, в графических интерфейсах до 95-й воды не было крестика, потом появился. Здесь есть оболочка X графическая вот эта, которая у них там часто используется. Вот, собственно, сам Xerox. И, говорит, ну, все же мы знаем, что у них оттуда сливали, да? Но, говорит, нет. И там не было. Сейчас я смотрю. Так, загадка. Сыскали ли не было? Не-не, не было. Во-первых, не было. Не было, я вижу уже. И в, ну, опять же, вот macOS, который, говорит, слезали GUI, у них тоже не было. То есть они все слезали-то подчистую. Там были какие-то три полосочки, которые как раз означали закрыть. Почему три полосочки, непонятно. Почему не две? Ну, ты какой-то как гамбургер, знаешь. Да. И потом, говорит, смотрим, суперстарый редактор на IBM, как там. Первый Word еще черно-белый какой-то. Word Graph, вот эти, говорит, приложения. И то ничего не было еще в 83-м году. В 84-м году, говорит, гем-интерфейс, который был для DOS сделан, тоже без крестиков. Он все, говорит, прорыл. В одном, говорит, только было в Atari. Не он, а она. Не он, причем она, напоминает. Сорян. Atari TOS 1.0. Вот такая система была. И, говорит, вот там в уголке был как раз крестик. И неужели, говорит, отсюда оно все пошло? Между прочим, там крестик, он такой как символ скорой помощи, скорее, чем как тот крестик, который мы сейчас видим в закрытии. Потому что он просто прямой, он плюсик. Нет, ты, наверное, не туда смотришь. А, нет, я не туда смотрю. Он слева был, точно. Это реально крестик. Справа там какая-то мишень, как в дартс. Да, 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 точно. Ну, это, скорее всего, расширение окна на полную. Да, я думаю, это тоже в края, типа, сделать. Да, да, да. Ну, вот здесь он рассуждает о том, почему. Ну, и он поговорил о том, что вообще Atari, это компания американская, но само слово японское. В Японии это в игре Go означает достичь цели, попасть в цель. Слушай, что за Go? Это не такой же пример, что, типа, как игра жизнь, только игра Go? Ну, там тоже точки надо ставить. И там, кто первый, по-моему, пять точек поставит, тот победил. То есть там надо друг другу перекрывать, как крестики-нолики, только на гигантском поле. Я понял, я понял. И пять надо, а не три собрать. Ну, и, говорит, вот здесь были тоже крестики и нолики. И вот крестик, это был символ Бацу. Но оно означало что-то неправильное, фолс, плохой и так далее. Поэтому, говорит, может быть, типа... Ну, и, говорит, вообще человеческий жест, типа, руками показать крест, который означает отрицание, это, говорит, тоже японские символы. Не знаю. Ну, то есть, наверное, японские символы из этих жестов пошли, что круг — это когда ты за голову хватаешься, типа, от радости. Вау! А крестик — это ты руками показываешь, что, ну, нет. Они здесь показывают, что на геймпаде у Sony тоже были. Вот этот крестик и нолик, которые вот из этой игры. И, типа, крестик всё время означал там бить, далее, 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 а круг означал что-то хорошее, типа, прыгать там и так далее. Но, говорит, если мы посмотрим суперстарые редакторы, вдруг, говорит, крестик пошёл не от символа крестик, а именно от буквы X, тогда, говорит, надо посмотреть текстовые редакторы. Ну, они посмотрели суперстарые редакторы, там, V, Vim, и Max, и Dlin. Нигде, говорит, X не использовался как крестик. Где-то было, конечно, как delete, ну, короче, удалять линии, не линии, а буквы на линии. Но нигде не было, что это закрывает прям программу. Поэтому, говорит, непонятно. Моя, говорит, теория, что в Японии. И потом, хоп, и по скриптам, точнее, по скриптам, да даже апдейт. Оказывается, вот эту оригинальную статью Лоран скинули чуваку из оригинальной команды Windows 25. Его зовут Дэниел Оран. И ему скинули, типа, парофли. Типа, что ты-то, чувак, помнишь, что вы там сделали? И он написал, я, говорит, вообще, как бы стопудово помню. Как сейчас, как сейчас, помню. Да-да-да. Я, говорит, как раз нанимался в Microsoft именно работать над 95-й Windows, над Chicago. И его спрашивают, а что, откуда взяли? Он говорит, да, говорит, как тебе сказать? Это, говорит, вот не то, что в последнюю минуту поменяли. Это просто мы в течение 93-го очень много вариантов пробовали. И, говорит, остановились на крестики, но просто решили попробовать. И самое главное, слезали не у Atari все-таки, а у Next, который Стив Джобс, его новая компания, куда его вышвырнули из Apple. Слезали все-таки у него. Я думал, у сериала Next с Абдуловым. Помнишь, такой был? Нет. Блин. Напишите в комментариях, кто помнит. Я, видимо, один здесь самый старый человек в мире. И он нашел скриншот, вот этот чувак, Дэниел. Я, говорит, у себя в почте прям нашел скриншот. Причем, говорит, он был восьмисимвольный, потому что до 95-й винды 8 символов было максимум в названии файла. И вот он скрин, там documents и крестик был. Вот такой именно, как мы его уже знаем, так сказать, с 95-й винды. 22-го сентября, говорит, датирован скриншот. Поэтому, говорит, спасибо, что написал интересную статью. Написал «А». И попутного ветра, что называется. Ну, а здесь есть видос с Vimeo, на котором как раз показана загрузка компьютера Next в 1988 году. Я пролистаю немножечко подальше. Не будем мучить, так сказать, наших подписчиков. И да, действительно, там есть крестик. То есть это вот просто... Ох ты ж, ёкарный бабай. У меня звук прям в уши. Есть Maximize слева и крестик справа. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас 480p качество включу, а то не видно ни хрена. Было 270. Да, я тоже немножко включил, чисто гляну, что там вообще происходит. Можешь смотреть просто последние, я не знаю, 40 секунд, там вот видно, что есть... Блин, ну то есть всё-таки Jobs-то гений, получается. Ну, выходит, выходит. Никуда не деваться. Я не знаю, был ли он уже в 88-м в Next. Хотя, стоп, это его компания, он её основал в 87-м, если мне память не изменяет. Ну-ка, Next Company. Он бы точно, наверное, порофлил, когда бы ему кинули такую статью, если бы он жив был бы, конечно. Ну, слушай, мне кажется, он и в тот момент всё понял. Даже... Он сам и в Mac... Да, в 85-м году он её основал. Он, может быть, в Mac это привнёс не из Винды, а, слушайте, я в Next прикольную тему сделал, давайте мы в Mac сделаем только с другой стороны, слева, а не справа. Потому что в Next это было справа. То есть там как на Винде было, да? Да, да, там они как на Винде придумали. Ну, вот так вот. Ну, тем более в Next, там даже в слове есть крестик, то есть они, возможно, гении, это как бы ещё и, понимаешь? А, то есть у них-то это может быть ещё и... Как логотип. Да, у них-то может быть и отбук. Ну, слушай, прикольно, прикольно. Хотя вот сейчас для меня это настолько самое очевидное, что крестик это закрывать. Вот именно. То есть, понимаешь, это стало как бы прям вот как гамбургер-меню. Типа понятная хрень. Да. Но только это ещё более понятная хрень. Это прям вот вообще. Ну да, я думаю, вот это даже бабушка моя придёт, сядет, и она поймёт, что крестик это всё-таки закрыть. Ну гениально, чё? Чё, можно сказать? Идём дальше, да? Ну да, Эмиль 02, он нам светские новости организовал в этот раз. Две темы. Обязывайте, пожалуйста, Чивос. Вот он нам светские новости организовал. Вот, Эмиль, организуй нам две темки. Первая темка — 10 главных огорчений программистов. Просто пробежимся. На самом деле, это рофлотемка, на самом деле. Вот просто, просто очень сильно... Здесь чисто вот прикольчик. Даже не то, что прикольчик, а, во-первых, прописные истины, а, во-вторых, прикольчик. Написано это на GeekTimes'е, у Mail.ru Group в блоге. И здесь просто перечисляется то, что бесит разработчиков. Вот прям бесит. Вот прям, типа, вот каким-либо образом, вот любым. И, типа, и, да, и предметы, и какие-то действия, короче. Давай начнём. Десятка. Топ. Топ-тен аниме огорчений программистов. Короче, первое. Железо. Железо. Программистам не нравится железо. Почему? Ну, в смысле, железо имеет в виду необычное железо, то самое, которое, не знаю, а то, которое именно hardware, так называемое. То есть, именно, там, компьютеры и так далее. Не в том смысле, что не нравятся им компьютеры, а в том смысле, что у определённого железа есть какой-то уровень, докуда вот оно может, а дальше не может. То есть, грубо говоря, в то, во что упираются какие-то вычисления, например. То есть, вот, в железо. Соответственно, поэтому им не нравится это. Потому что вот есть какие-то ограничения всегда. у железа. То есть, вот, есть железка определённая, и она может только столько там посчитать, например, чего-то там, определённого кода там. Окей. Это десятое место. Девятое место. Я просто себя ощущаю, как будто я на MTV работаю. Девятое место. Сидеть весь день. Сидеть весь день, короче, действительно не нравится программистам, потому что, ну, ты понимаешь, тяжело, много надо работать, короче, всё такое. Поэтому это самое главное, что они делают весь день, и это их бесит. Я даже не знаю, что здесь пояснить, но тем не менее, вот, ну, а почему нет? На девятом месте сидеть весь день. Восьмое место. Отладка. Ну да, понятно, что, типа, никто не пишет идеальный код, соответственно, приходится возвращаться к нему и отлаживать, искать баги и так далее, и это тоже не нравится никому, потому что ты же понимаешь, то есть приходятся свои ошибки. Получается, что у тебя не идеально написано приложение или там сайт условный. Соответственно, ты сам признаёшь, что у тебя есть ошибки, тебе приходится править, дебажить, короче, вот это и мне нравится. На восьмом месте. Отладка. Ну, во-первых, ну да, во-первых, не ошибается тот, кто никто ничего не делает, а во-вторых, отлаживать почти всегда требует каких-то инструментов дополнительных. И они зачастую костные, костистые. Вот то, что мы говорили в спешле по поводу отладки через консоль лог, через ноут-дебаггеры и так далее, вот ноут-дебаггеры не сразу были. Когда-то и алертами кто-то отлаживал, и это было, конечно, жутко неудобно, поэтому отладка — это ещё и проблема именно инструментов, а не столько самой отладки. Хотя и её в том числе. Её, да, её тоже. Плохая документация. Но это всё тоже ясно, понятно, потому что, короче, когда в коде, особенно в чужом, но мы давай даже про свой, даже в своём коде, который вы не видели там условный месяц, если не было комментариев, каких-то пояснений, не было документации написано, реально какого-то мануала охрененного, хорошего, подробного ещё, классного, то, скорее всего, вы уже не помните, что там было. Скорее всего, вы не воскресите, не пофиксите очень быстро. Вы зайдёте, и, короче, вам потребуется куча энергии, да, допустим, чтобы, опять же, если смотреть на прошлый пункт, отдебажить что-то, потому что у вас не будет ни мануала, ничего, ни документации. И вы, короче, просто, знаешь, сядете, откроете, сразу кушать захотите, потому что вся энергия будет потрачена с первого взгляда, как бы. Вот. Шестой пункт — слияние кода. Ну да, понятно, что, типа, круто, что у нас есть такие системы управления исходным кодом, типа git и subversion, как вот здесь написано. Прекрасные инструменты, позволяющие многим программистам одновременно работать над одной кодовой базой. Но, тем не менее, всё равно постоянно, я даже на работе сталкиваюсь с этим, что постоянно не то смержили, не то там это, не то сё, не то вылил, не то залил, короче. Классическая история, которая всех, типа, бесит. И реально слияние кода — это проблема, короче, для программистов, как я понимаю. То есть, наверное, есть чуваки, которые до идеального дошли, знаешь, когда уже идеальная команда, они уже никогда не ошибаются, у них вообще идеальный мерч кода. Вот. Но, тем не менее, это всё ещё боль для многих людей. Пятый пункт — нереалистичные ожидания. Это конкретно не нереалистичные ожидания не программиста, конкретно, а людей, которые ставят ему задачи. То есть, понимаешь, да, типа, чего... При чём здесь вообще ожидания? Ну, теперь ты мне ответил на вопрос. Да, типа, вот окей, есть какая-то задача, и менеджер думает, что будет всё вообще идеально работать, летать, будет одна кнопка сделать хорошо, а на самом деле это просто будет какой-то кусок кода написан, который непонятно вообще, что делает, короче. И, в общем, такое, это, знаешь, скорее, какая-то проблема мискоммуникейшена небольшого, потому что, типа, человек, который ставит задачу, не понял, что будет сделано, а чувак, который делает, он, как бы, не понимает, что нужно сделать, или, знаешь, типа, не объяснил, как он это сделает, и что получится в итоге. То есть, это какая-то такая, знаешь, проблема непонимания, конкретно. Вот, не реалистичное ожидание. Четвёртое. Другие люди ломают мой код. Ну, это, опять же, всё, это и к мерджу тоже можно отнести, но зачастую люди, которые открывают чужой код, или, допустим, каким-либо образом просто лезут в твой репозиторий, как бы это ни звучало, интимно, скажем так, могут сломать твой код, и это бесит. Это реально бесит, короче, они там напишут что-нибудь своё, у них всё перестанет работать, и даже то, что твоё работало, те твои костыли, которые были, короче, они все вылетят, отлетят, и сломают, короче, тебе всё. И сломают тебе, в том числе, и настроение, потому что это тоже, типа, не нравится программистам. Это на четвёртом месте. Я так понимаю, это всё-таки топ, потому что, как бы, мы движемся прям вот по нагнетанию обстановки. Номер три. Номер три. Люди не понимают, чем я занимаюсь. Не знаю, насколько это вообще, в принципе, сейчас актуально, но здесь написано, что это актуально. Что, типа, люди, которые работают по профессии программистов, там, или что-то такое смежное с этим, они сложно, видимо, объясняют, или люди, которые, короче, далеки от этого всего, они не понимают, что делают вообще программисты весь день, типа, и вообще, в чём работа заключается. То есть, что, что ты там пишешь, типа, что это даёт, как бы. Это тоже, типа, очень не нравится программистам. Это третье. Второе. Нехватка времени. Ну, нехватка времени, опять же, очевидная абсолютно вещь, потому что, когда ты работаешь вот в такой профессии, как, например, программирование, тебе нужно, кроме того, что просто делать работу, тебе нужно ещё, скажем так, совершенствовать себя, и тратить кучу времени на то, чтобы вообще понимать какие-то тренды, понимать, короче, что сейчас, как делают вообще и как нужно делать. Какие-то новые инструменты, может быть, использовать. Соответственно, времени нужно кучу, а хочется ещё и отдохнуть, хочется ещё и там, не знаю, провести как-то по-другому время, в отличие от работы. Поэтому времени постоянно не хватает. Это второе. Это второе. И первое, работать с чужим кодом, но это как бы тоже всё к тому, что и нет документации, и бесит, что человек, и другой человек написал такой код, который, типа, тебе не нравится, значит, ты пишешь по-другому, короче, у тебя другие баги свои, как бы ты, ну, вот такое, короче, такие вещи. Здесь сразу надо вспомнить, что на самом деле код пишется не для машины, а для другого человека, который будет этот код потом поддерживать. В машине похреном можно пять кодов разных написать, там по-разному переменной определить, а по факту при компиляции будет одно и то же. Поэтому, конечно же, нужно комментарии-то писать, это важный вопрос. А самое главное, насущный, я думаю, для большинства слушателей. Ставьте лайк, если вопрос комментирования в чужом, ой, господи, комментирования, работы с чужим кодом, ну и комментирование как следствие, у меня просто будет там дальше ещё про конвертирование, оказывается. Так что да. Окей. Это первая тема от Эмилии. Вторая тема, как смартфон может подслушать, подсмотреть и отследить. Нам вот это ещё потом в догонке в патроновский чатик кинули вариации с гугла, с какого-то там. У меня не открылось, здесь, короче... Я заморачиваться не стал, потому что по факту, я думаю, вот эта статья, это оно и есть. Ну да, да. То есть, вся тема на самом деле вообще кроется вот просто в одном. Что, типа, в принципе, допустим, такая вещь, как смартфон, а если, кстати, вспомнить, я сейчас немножко отскочу вообще, до свидоса, сейчас отскочил. В Nintendo Switch, короче, в последней консоль, ни хрена, да, я отскочил нормально. В ней в Joy-Con, вот в этих вот двух джойстиках, в них дохрена что встроено, короче. Там она хоть и маленькая такая штучка, то есть девайс такой небольшой, но в нем, короче, много чего вообще внутри. Там и гироскопы, и гироскутеры практически, короче, вообще все есть. Там просто, короче, она чувствует каждое там движение, которое ты делаешь, короче, там очень классная система на самом деле, у них там в Joy-Conах. И самое главное, что это используется в играх, то есть это очень часто, допустим, в той же самой ZELDA, ты можешь с помощью Joy-Con там, типа, натягивать, идти в очень круто, она там слеживает, это классно все проработано, короче, это реально работает. Но это я просто отскочил. Соответственно, в смартфоне много всего такого же, абсолютно, но это вообще-то появилось раньше намного, чем в Nintendo Switch, да? Такие вещи, как, например, акселерометр, гироскоп, короче, там датчик приближения, вот тот самый, который когда мы ухом держим, а потом убираем от уха. Сенсор так называемый. Да-да-да-да, именно он, ломается он частенько. Да, но и здесь на самом деле вот вся тема про то, что, короче, вот много вот этих вот встроенных, таких additional, таких девайсов, которые, я не знаю, просто как это сказать, вот таких девайсов в девайсах, таких измерителей, которые могут, короче, считывать просто в спокойном режиме, инфу, и передавать ее, ну, куда надо, опять же. То есть, если, допустим, тот же самый акселерометр просто может считать, как вы идете, и куда вы идете, короче, и как вы двигаетесь, и так далее, и так далее, то тот же самый, не знаю, даже банальный какой-нибудь микрофон или типа того, он вообще в принципе записывает ваш голос, а там можно просчитать, или кто же там, или там не про микрофон было, короче, что типа, можно просчитать, что типа девушка это или парень, короче, можно все это спокойно обсчитать просто программой, и вообще в принципе, то есть составить какие-то, знаешь, если глобальную статистику собирать, то можно вот с этих вот конкретно, с этих девайсов внутри смартфона собирать просто одну глобальную статистику большую, что вот, допустим, эти люди ходят туда-то, они те-то-те-то, короче, ну, без имен, без фамилий, без каких-то, знаешь, личных данных, а именно просто... Ну, это мы надеемся. Да-да-да, конечно, вот именно. Ну, и здесь, короче, вот вся статья именно об этом, что типа, а вы знаете, что, например, тот же самый JavaScript, короче, просто в браузерах спокойно обращается, короче, к гироскопу, по-моему, или к... или к... Ну, написано доступ к сенсорам. Ну, к сенсорам, короче, да, то есть он спокойно чекает там, что кого, то есть, что у тебя там вообще. Вообще, я сразу вспоминаю, что в iPhone, в iOS есть функция вот эта, типа, постоянные места, или как-то так называется, и там он уже понимает, где дом, где работа у меня, где я часто бываю, в какое время. И самое главное, эти данные, они у меня, например, в то ли Яндекс.Такси, то ли в Uber, у меня там прям появилось дом, такой-то адрес, и там реально мой дом. То есть он... Ну, iPhone, понятно, как понимает, куда ты вечером приходишь с работы, там твой дом. Ну, видимо так, я не знаю, как именно еще там, какие алгоритмы, но я так предположил. А Uber уже оттуда еще подтянул и вот такие вот загогулины. Ну да. Здесь, в принципе, говорю же, что здесь написано, вот типа, очень часто взламывают, короче, часы почему-то. Короче, из часов такая же тема, что часы чекают. Ну, в часах же тоже много встроено всего. Ну да, там, собственно, все, допустим, фитнес-часы, это, как правило, куча датчиков просто, которые работают. Да, они все тебе на телефон это пересылают, а, соответственно, телефон уже пересылают куда хочет, куда нужно. Даже не знаю, вот не хочется, честно говоря, размазывать эту всю тему, тут очень много деталей, типа, вот голос взрослого мужчины имеет частоту от 85 до 155 Гц. У тебя сколько, сын? Ну, слушаю. Или у тебя, как у женщины, от 165 до 165 Гц? Я надеюсь, у меня 95 хотя бы. Уж не доста... А, стоп, наоборот, чем ниже, тем круче, да? Блин, дерьмо. А я не знаю, я не знаю, на самом деле, круче это или не круче. Ну, по босиджи это весело. Вот такое, соседи, слышат, стучат тебе по трубам, а ты вроде базаришь, они думают, что музыка играет, а ты так говоришь. Да, они думают, что ты сабвуфером сидишь, а на самом деле ты просто разговариваешь. Вот, да. Окей, давай пойдем дальше, просто спасибо Эмилю за две темы, прикольные. Да, спасибо Эмилю. Вот тут пошло MIT, и он пишет, если ты такой умный, где твои деньги? На самом деле, это тоже Константин предложил, но в патроновском чатике, опять же. И вот здесь тебе 50 хлопочков ты и отвесил, потому что, в принципе, статья прикольная. И вот я ее тоже пробегусь, я не могу ничего тебе поделать, просто потому что это... Давай, только я что-то... А как перейти-то? Я вообще тупой максимально. Я зашел, и у меня просто здесь пост. If you're smart... Может быть, у тебя Medium закончился? Ну, то есть, там же три поста в день. Может, у меня отблок... Чеооо, какие три поста в день? Я напоминаю, Medium ввели подписку. Только три поста в день можно читать, а дальше за бабки, за Medium премиум. Причем... This story is for Medium members. Medium... Вот. Чеооо? Чеооо? Они че, вообще уже, что ли, максимально деньги зарабатывают? Они скотинились, они воруют контент и не дают тебе его читать, пока ты не это. Но у меня просто эта статья, она входит в мои три, так скажем, сегодняшние. Так я не открывал вроде. Или, видимо, из-за того, что я прошлое открывал. Или я, видимо, в то и то же перешел, короче, ну все, давай, рассказывай, я вслепую буду тебя слушать. Ну подожди, ты зайди через VPN-ку и все, ты же будешь New Identity у тебя. А че так можно было, что ли? Ну я так... Мне друг вот только намекает, я сам не знаю, как это все делается. Я обновил, абсолютно не работает это твое дерьмо. Походу, мне надо, короче, это... Частную вкладку открыть? Частную вкладку, да, не знаю. Ну я попробую, но я чувствую, и это не сработает. Они там... Они максимально хотят денег. Не работает? Вообще нигде не работает. Ну, наверное, бы через Tor Browser сработало, но слушай, давай тогда слови экспириенс подписчика, именно слушателя. Я думал, ты хочешь, чтобы я денег просто занес. Ну кислого можешь сейчас словить. Как МакКонахи, МакКонахи словить. Ладно, если ты такой умный, где твои деньги? MIT Technology, ревью автора статьи. И она говорит, ну они здесь в заголовке же пишут, оказывается, все это всего лишь дело случая. И говорит, вот аннотация практически, первый абзац о том, что самые успешные люди, они на самом деле не самые талантливые, не самые талантливые, они просто самые удачливые. И здесь есть, то есть они целое компьютерное моделирование провели для этого, и говорит, новая компьютерная модель богатства, точнее создание богатства это подтвердило. Ну и здесь, в общем-то, говорится про формулу вот эту вот 80-20, что 80% богатств сосредоточено у 20% людей, ну и, соответственно, наоборот, у 80% людей 20% богатств. все абсолютно неравномерно в мире денег у нас, и так, говорит, вот в любом обществе. То есть это не то, что там в странах третьего мира именно так, или наоборот в развитых, это просто вот такая жизнь. И это, говорит, потому что мы просто при меритократии живем, когда люди вознаграждаются за свой талант, там интеллект, усилия и так далее. Но, говорит, на самом деле, если мы посмотрим на распределение других вещей, например, IQ, там нет такого. То есть там все более-менее равномерное, то есть где-то в пределах сотки, плюс-минус километр. Плюс-минус табуретка, как в школе у нас говорили. Так вот, ни у кого, говорит, нет IQ 1000 или 10 тысяч, то есть нет эскалации того, что прям вот... Блин, прикинь, чувак был бы с IQ 10 тысяч. Это... Просто вот ты такой приходишь, к нему у тебя IQ 10, IQ 100, да, а у него 10 тысяч. Ну, слушай, иногда чувствуешь себя, когда я вот заходил в джаваскриптовые чатики, вчера там спрашивал советы, я всегда чувствовал к ключей, у которого 10, IQ по сравнению с 10 тысячами. И я вот просто хочется пидорами назвать всех тех, кто мне вчера пытался сказать, да, это любой школьник может, вот это все. Вы все пидоры, кто меня сейчас слушает, кто мне вчера это пытался сказать. Самое главное, я еще говорю, вот вы, говорю, чуваки, как типичные линуксоиды, говорю, себя ведете просто, и уйди, учи там мануал, матчасти, так мы есть линуксоиды. Там люди упивались именно своей собственной противностью. У них точно 10 тысяч, я думаю. Я думаю, их возможно даже 100 тысяч у некоторых. Это просто, у меня вчера так подожгло пукан, я чуть не охренел там. Я прям именно быдлил на них прям там, просто меня даже не банил никто, потому что вот, ну, это, это самое смешное было, причем, и там почти все такие, там все брыганы были, кроме одного чувака, который мне реально помог, и он же мне написал «Забей». Ну, типа «Забей на этих питеров». Ни хрена себе, у вас там драмы целые разворачиваются. Можно, ну, мюзикл снимать про то, как я ходил, спрашивал, свет в джаваскриптовых чатиках, в Телеграме. Так вот, как Лава Лэнд, так вот. Это, говорит, можно же и про усилия сказать. Вот кто-то, конечно, говорит, трудится больше, но не бывает такого, что кто-то трудится час, а кто-то 10 тысяч часов в день, то есть в дне всего 24 часа. Нигде нету такой эскалации. Поэтому, говорит, решили выяснить, MIT-шники, а что же тогда влияет, если не... Ну, то есть, если нету прямой, прямо пропорциональной зависимости от количества времени или чего-то еще, то значит, где-то собака зарыта. И автор, собственно, всей работы, Александр Плючино в университете Катанье в Италии. Оказывается, не в MIT, MIT-шники пишут об этом. А так-то Александр Плючино в Италии это все решил вопрос. Он как раз пальчики держал, вот так как Белиссимо, и сидел, думал, почему все богатство не у него. В общем, суть в том, что оказывается, говорит, дело просто в удаче. О том, что если проанализировать всех богатых людей, то нихрена они все не умные. Ну, просто это же открытые данные. То есть видно, кто, так сказать, Эйнштейн, кто не Эйнштейн и так далее. И мы, говорит, посмотрели именно... А кто этот мальчик? Я просто не скажу. Этим мальчиком был Александр Плючино. Так вот, он посмотрел просто поступки, так сказать. Опять же, то, что есть в открытых данных, биографию этих людей, и оказалось, что просто им по жизни везет. Они везунчики, красавчики, как Путин, по жизни. Им везет, и все, и не более того, поэтому у них все бабки. Собственно, это и есть его работа. И на самом деле... Ну, какой-то, знаешь, тупой. Пока вывод достаточно... Ну, не то, чтобы тупой, но читаемый, скажем так. Ну, слушай, вот большинство, на самом деле, каких-то итальянских научных работ, судя по всему, читаемых. Это первое. А второе, они дальше еще посчитали в рамках собственного научно-исследовательского института. Вот, говорит, есть группа людей, и они взяли три группы. Контрольную, которые просто давали финансирование, как всегда, неконтрольную, которым всем поровну давали финансирование. И вторую, где, если чувакам везло, то им больше денег вваливали. И выяснилось, что максимальное количество открытий и продуктивности исследований идет, если просто всем поровну давать. Здесь нужно мем использовать про My Computer и Our Computer, где уже в Windows 11, коммунистическое Windows, Our Computer. Вот, судя по всему, именно на уровне продуктивности, просто вот итальяшки доказали, количественно продуктивность больше, если всем давать поровну, чем если, так сказать, в открытом плавании оставлять этих людей и давать денег тому, кто преуспел. Потому что преуспел он, скорее всего, не потому, что он гений, а потому, что ему повезло. В большинстве случаев, конечно же. когда-то бывает, что и гений, и повезло, но вот отнюдь не всегда. Такие дела. Окей, то есть в основном все лайкеры? В основном все богатые люди, да, они лайкеры. А там как раз вот говорится о том, что на 10-20% продуктивнее, если просто всем поровну давать денег и надеяться, что те, кто именно гений, а не те, кто лайкеры, у них бомбанет, потому что нету лайкеров, когда всем одинаково денег дают. Ну да, это логично, в принципе. Вот я не знаю, как тебя экспириенс на слух воспринимать вообще. Слушай, ну, по-моему, мне понравилось, я вообще все понял. Тема-то такая, достаточно, во-первых, она знаешь какая, как тебе сказать? Многие, наверное, задумываются, типа, вот почему я вот делаю столько же, а у меня не так круто получается, как у другого. Значит, другое просто более лайкер, и все. Ты имеешь в виду, анекдот сразу тут вспоминается? Встречается Васька с Петькой, Васька на 600-м Мерседесе едет, а Петька стоит, побирается, владелец к Xiaomi, и тот говорит, блин, Петька, ты что ли? И тот говорит, ну да, я. Он говорит, блин, а что случилось? Да вот, представляешь, работа была, жена, дети, все нормально, а потом говорит, раз, и что-то вот невезуха пошла, с работы уволили, жена бросила, к молодому ушла, и дети от меня отказались, я им даже помочь не могу, там, школу, ручки, пенальчики купить, вот хожу, побираюсь, тот такой, ну слушай, Петька, давай, пойдешь на меня работать, туда-сюда, я тебя по старой дружбе приючу, у меня, видишь, все по красоте, Мерседес, молодая жена, дети, все здоровые, кандидаты в мастера спорта, туда-сюда, тот говорит, а что делать-то надо? Тот говорит, да ничего, мы как бы вот обналом занимаемся, ты просто раз в неделю будешь в банк приходить, брать деньги, приносишь, мы пополам делим и все, тут только базару нет, вообще классно, все, Петька заново женился уже, новых детей завел, вроде все хорошо, дом в этом, за городом отгрохал, он говорит, время идет, идет, а он все грустнее и грустнее, ну его вторая жена уже спрашивает, Петь, а что случилось-то? Что ты вдруг грустный-то стал? Все же хорошо, живем, деньги копятся туда-сюда, да говорит, вот представляешь, в банк я хожу один, а деньги мы делим пополам, вот тут то же самое примерно, главное, чтобы люди не охренели в конец, и тогда все будет нормально. Согласен, хороший, в принципе, хороший вывод, мне понравился. Угу. Последняя тема сегодняшнего подкаста, который оставил нам Титус некий, говорит, чтобы рубрика с архитектурой не проставила, на советский модернизм, не советский модернизм, конечно, но тоже исключительно нажористый. И он оставляет ссылку на creativeboom.com, который у меня, кстати говоря, не открывается без VPN. Да, да, мне тоже без VPN не открывается. Пришлось, пришлось пойти, пришлось пойти, и открыть здесь достаточно милые, такие, знаешь, легкие, хотя, да не то чтобы прям простые, знаешь, такие классные фотографии Парижа, как я понимаю. Парижа же, Парижа. И здесь вообще вся статья, это просто фотки, на самом деле. Чтобы ты знал, Титус наш 10-долларовый патрон, я просто сейчас молчал, как раз проверял эту информацию, и да, так и есть. Поэтому не какой-то Титус нам предложил, а лучший в мире человек вообще. Великий Титус. Согласен. Креатив бум, извините. Так вот, на креатив буме пишут, вот типа, в 50-е, 80-е, было круто в Париже, короче, строить такие здания, знаешь, как бы, не знаю, в каком-то таком стиле, я даже не знаю. Ну, конструктивизм, судя по всему, раз он так назвал. типа конструктивизм, да, типа конструктивизм, и эти здания, видимо, все еще есть. модернизм. Сорян, сорян, модернизм. Модернисты States of Paris. Угу, угу. Ну и вот, короче, видимо, все еще эти здания есть, потому что, короче, было бы тупо, если бы их под корень снесли, просто потому что и реновация. Собянин такой приехал на тракторе, их сбил, все, теперь небоскрепы здесь будут нормальные, ну не ваше это говно. Ну и какой-то, да, какой-то гений-фотограф, или это она, Лорен Кроненталь, Local Photographer. Ну, с учетом того, что это Франция, может быть все-таки и он. Сейчас я перехожу на личную страницу этого существа. Я тоже хочу на Лорен Кроненталь. Захожу. Очень аскетичный. 87-го года рождения, мужик. Он, да, это мужик какой-то 87-го года рождения. Он, короче, отфоткал, отфоткал эти здания. Достаточно классно, с таких крутых ракурсов. Можете, в принципе, посмотреть на фотографии. Я думаю, что ты же там открыл? Открыл. Давай просто пройдемся по фотографиям вот этого модернизма. Я зашел к нему в инсту, у него там сугубо его работы. Большинство это фотки из окон иллюминаторов и фотки стариков. Он повторяется немного. Да, он везде здесь фоткает стариков. Видимо, видимо намекает на старую Францию. Знаешь, здесь действительно да, возможно, это те люди, которые это строили, типа, смотрят на свою работу спустя там века. Такое настроение именно, такое фотографии. Настроение фотографии, которое задает именно человек такой пожилой вот в этих старых постройках, модернистских еще 50-х, 80-х годов. И, слушай, ну выглядит очень круто, но такое чувство, знаешь, как будто это не Франция. То есть я вот смотрю, и это как будто какой-то, ну не знаю, какая-нибудь, вот как мы с тобой смотрели фотки Грузии, короче, там постройки вот эти вот. Я помню, да, 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 вот эти вот, короче, вообще никак не Франция, вот вообще Франция не пахнет, хотя я, кстати говоря, не так уж много знаю архитектуру Франции, но она, по-моему, как будто не такая. Вот да, там все в основном более старинное, ну по крайней мере, все туристические кварталы, они традиционно старинные, какой-нибудь там барокко и так далее. Ну то есть готика, я не знаю, давно это все было. А здесь именно конца 20 века получается середина-конца, и это, видимо, какие-то все-таки жилые районы, и, ну, это уже надо вот, что называется. Мне, знаешь, какая больше всего фотография вот в принципе из этих нравится? Какая? Там, где она, короче, третья снизу, там, где чувак похож на Ленина стоит и смотрит вдаль. Смотрю, раз, два, три. А, видишь, да? Похож на Ленина действительно, да. Мне не он в основном нравится, естественно, а вот именно здание, вот это вот здание, которое здесь вот есть, оно какое-то такое огромное, как будто, ты знаешь, какая-то локация в какой-то игре, это просто огромнейшие здания, какие-то высоченные, они еще, ну реально, они еще, знаешь, расширяются вверх, то есть это так нестандартно строить, когда у тебя вверху широкое, а внизу как бы уже. То есть это, ну не знаю, архитекторы, наверное, скажут, почему так это круто, но это так, короче, выглядит эпично, как будто это вот вообще не может существовать, в реальной жизни, хотя это просто обычный дом, по сути, как я вижу. Ну, во-первых, вот то, что ты мне сказал, мне напоминает остров призраков, Скайфоль. Так. Помнишь, где Героев Яробардема базировался? Там как раз такие заброшенные, гигантские здания, и там как раз еще и, это же типа там на Филиппинах, или где-то было, там именно тоже памятник какому-то диктатору, типа Ленина был, только не Ленину. Ладно, продолжай. Ну, все, что? Что? В принципе, классная фотография. Мне, если ты меня спросишь, какая мне больше всего понравилась, мне понравилась там, где лавочки и вздыбленные такие, как это назвать, вздыбленные мостовые между деревьями, как-то завораживает, прям прикольно выглядит. Еще очень такое, знаешь, меланхоличное настроение на этих фотографиях. На всех, без исключения, просто потому что мало людей. Я уверен, что это добавляет меланхолии в жизни, когда нет людей. Как будто он в 6 утра вышел, да, да, как будто он в 6 утра вышел и вот сфоткал стариков по Брику. Молодежь все разогнал. Молодежь. Ну, вообще, может быть, так и было. То есть, почему бы и нет, и это круто. Спасибо за такую интересную тему. Давай к молодежи перейдем, которая у нас на обойке, между прочим, к этому подкасту. Давай, я сейчас все посворачиваю, вот она обойка. У нас сегодня, как мы и обещали, а я не помню, мы обещали или нет, в самом начале, суровый веб-лайт. Мы сейчас пообещаем. Сегодня лайтуха, как Бадлайт. Или как Кент HD с двумя кнопками. Да, да. Вот у нас с двумя кнопками подкаст. Поэтому у нас сегодня абсолютно с двумя кнопками, мы их обе поражали сразу же. Где у нас, Никита, на этой обойке наш подкаст? Вообще, что мы видим здесь? Знаешь, на этой обойке наш подкаст, это, короче, сталактиты, которые свешиваются, вот вы их не видите, но они есть. Они как бы капают на наших подписчиков. Наши подписчики и так уже в воде, знаешь, информации. Но им еще дополнительно капает вот наш подкаст прям на лоб. Знаешь, как пытка китайская, когда много раз тебя капает на лоб, а ты ничего сделать не можешь. Я отлично понимаю, о чем ты, да. Вот. И мы, как китайская пытка, капаем на лоб нашим подписчикам. Ну, слушай, изящно, изящно. Вот, если спросишь меня, опять же, конечно, спрошу. То, вот, я предполагал, что вот эти немногочисленные люди, это мы и наши патроны в патроновском чатике. Так, мы там, сын ты имеешь в виду в этот бассейн? Писи им, конечно, да, там у нас подкрашивается, все как надо, но нам только это и нравится больше еще. Абсолютно. Потому что это между собой такой настоящий прям. И никто нам правила свои не навяжет в нем. Ближе всего я подплываю к чуваку, который 50 баксов занес, он может вообще хоть что делать в этом бассейне. Это да, это уединенный грот такой, в который только по пропускам пускают. и здесь классно. Вот этот поток, это собственно темки. И в тот момент, когда наши подписчики писают, они накладывают вето и говорят, нет, чуваки, этого не обсуждайте, будет скучно, скорее всего. А у нас и такое там происходит. Поэтому все, кого интересует patreon.com.ua webdesign, у нас вообще, у нас просто судьбы вершаться там. Согласен. Там даже... Сегодня лайтуха, мне даже это понравилось. Мне тоже. Мне понравилось, что надо разбавить нашу суровуху лайтухой. Во-первых, это, во-вторых, разработки не было, это уже балдеж само по себе для восприятия. Хотя, вот, давай так, не было ни одной разработческой темы, которую я вырезал и сказал, а вот сделаем это for the sake of вырезать разработку. Нет. Просто, ну, не было ничего интересного по разработке на этой неделе. И не предложили. И я все подписки посмотрел, все рассылки, вон, видите, всего три письма у меня в почте, я показываю сейчас тем, кто не верит. Ну, не было ничего. Вот, как-то так вяло в разработке было. Как мне мой научный руководитель ответил по поводу моей статьи? Вяло. А вы, Саша, как-то вяло, надо переделывать. Вот, я также посмотрел все, что мне прислали за эту неделю. Как-то вяло, и девчонки, естественно. Девчонки тоже вам особое, так сказать, внимание, если остались такие еще. Я очень надеюсь. Я надеюсь, что вот именно в следующем подкасте нам именно девчонки разработку предложат, самую интересную. Вообще, я сейчас почитываю немножечко лениво серию книг You Don't Know JS, которую я вчера выложил на канале. И можно было бы прямо ее в разработке обсуждать, там интересно, здорово. Но, блин, давай в следующий раз. Это же прямо... Ну, в смысле, как книги обсуждать? Это что? Вот, слушайте, блин, третий параграф вот в этой книге классный. Прям давайте вот пару примеров разберем. Ну, не знаю. Ну да, я тебя понимаю. Есть много статей, опять же, на подмедиумных блогах, типа просто там, есть экмоскрипт 6, где структоры. Вот, можно такое, типа обсуждать и так далее. Но, камон. Кто-нибудь предложит, если про ES6 диструкторы, то мы обсудим в следующий раз обязательно. Я прям обещаю. Я в изубре прям на зубок выучу эту темку и мы про нее расскажем. Поэтому не переключайтесь, подписывайтесь на нас в соцсетях, в YouTube ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, прожимайте колокольчик, в iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. У нас, кстати, много аудитории перетекает в iTunes, просто люди это пишут в комментариях. Типа вот, чуваки, я стал слушать. Нахуй нет. И на полном серьезе, если смотреть статистику именно прослушивания фида нашего подкастерского сайта, то есть все, что и в iTunes, и кто-то в Android себе добавляет, кто-то там еще куда-то, все растет и растет это количество людей, поэтому на самом деле я бы не стал так пессимистически рассматривать то, что у нас падают просмотры на YouTube, просто у нас контент все более аудио, он все менее видео, все более аудио, и чтобы были просмотры, надо традиционные видосы пилить обучающие, видимо, и будет прям классно. Ну да, А в целом-то количество людей не убавляется, к счастью, и это здорово. Согласен. Скажи, Никита, ты что-нибудь завершаешь, я не знаю уже, что говорить. Не хочу все соцсети перечислять, ну надо. Ничего не надо, просто мы увидимся с вами уже скоро, в следующий раз обязательно предложите что-нибудь интересное, ты вот и лично ты зайди и предложи что-нибудь очень интересное прямо вот на неделе, обязательно. Не забудь, поставь себе какой-нибудь будильник, таймер, что-нибудь, зайди на eubesign.ru и предложи тему интересную, и все, и мы ее посмотрим, а кто-нибудь из патроновских чуваков отклонит твою тему, и все. И нормально, так и закончится твой путь, но опять же, он, ведь важно не куда ты придешь, а сам путь ты у нас зарегистрируешься, оставишь тему и обогатишь свою жизнь, так сказать. Да, да. Ну все, всем пока, в принципе. Да, увидимся, увидимся через неделю, с вами были картавый тормоз, картавый тормознутый, два ваших любимых ведущих, увидимся через неделю, пока. пока.